привет друзья и сегодня снова у нас рубрика прогулки домой или как я называю не знаю вечерние прогулки в общем я не придумал как она называется но мы находимся в парке вигеланд или как я его по-английски называю неправильно виджеланд и сегодня мы будем говорить про жизнь в норвегии потому что мне многие говорят почему ты вещаешь из норвегии и не расскажешь про саму норвегию ну так вот я вещаю из норвегии и я вам расскажу почему жить в норвегии классно что здесь хорошего что плохого что мне нравится что нет начинаем прямо сейчас гуляя по вигеланду и так ну начнем с того что вы видите сейчас в кадре конечно же это природа природа и экология чистая вода которая практически по всей стране доступна в безграничном количестве я даже так понял что здесь нет тарификации воды в частных домовладениях то есть вы можете использовать сколько хотите воды и в принципе она кайфовая очень вкусная и очень чисто а здесь мост с замочками природа кроме воды конечно же здесь отличный чистый воздух спортивные люди которые бегают сюда и везде потому что бегать на природе в парке это классно вы можете это делать и вы можете получать от этого огромное удовольствие что мне очень нравится кроме упомянутого мне нравится культура мне нравится хотя культуре это можно наверное целое отдельное видео делать мне нравится как здесь работает транспорт он ходит по расписанию предсказуемо он отображается в гугле он отображается в рутере специфическом приложении местном вот культура здесь мне нравится тем что ну как уже сказал люди спортивные люди делают всякие вещи да то есть достаточно активно занимаются всякими велоспортом лазают в горы кто-то занимается лыжами вот всяким таким очень много всяких и инициатив поддержки как от людей скажем так так от коммун так от государства различные программы поддержки ну например там да банальный пример мог бы быть электромобиле но я так понимаю что программы поддержки при покупке электромобилей скоро уже либо уже почти все отменили либо скоро будут все отменены поэтому вы не через некоторое время это станет не немного не таким релевантным но тем не менее программы поддержки не есть например если вы переезжаете в какое-то место где очень небольшое население в например в южных коммунах есть такие коммуны держатся несколько тысяч человек если вы туда переезжаете вы например можете подать на компенсацию стоимости дома до 300 тысяч крон то есть например вы покупаете дом дом в на юге вот в этой области или строить его например на сумму ну допустим например на сумму в миллион или два или три миллиона и вам 300 тысяч крон как бы возвращает причем это не кредит это именно просто как бы грант такой на то чтобы вы туда переехали там жили в наше время с короной и удаленной работой это как вы понимаете более чем реально вот что еще кроме самой транспортной системы в принципе вот мне очень нравится как сделана инфраструктура для велосипедистов инфраструктура для пешеходов то есть она а практически в безбарьерная она практически не прерывается то есть вы можете идти здесь какие-то дорожки проходы не везде они правда супер прямые и короткие но они есть везде сейчас естественно повсеместно вот эти вот скутеры 7 сетей здесь есть скутеров я даже для тех кому интересно я могу сейчас открыть свои заметки и прочитать для вас я делал список сейчас мы только перейдем дорогу как-нибудь как-нибудь перебежим и и хотя ну ладно час проедет и вот этот проедет так я как раз пока найду список который который вам сейчас говорил вот он этот список так там никого там далеко отлично это кстати музей вегеланда вот перед нами значит какие здесь есть сети скутеров может быть в вашем городе тоже есть проверьте тир райт вой или вла не знаю как французское произношение или английское wind bolt lime и bird это 7 сетей получается вот то есть это очень быстро набрало обороты буквально год или два назад этих сетей было всего парочка а наверно три года и вообще они только одна или две начали появляться в общем три года назад 2018 году по моему если я правильно помню их вообще не было еще вот значит что еще здесь классно здесь заботится о зданиях об архитектуре вот вы можете видеть что здание ухоженные есть понятно что исключение не везде есть где-то специально даже такие районы где-то все графики разрисовано но в целом зданиях заботятся о дорогах заботятся все убирают техника каждую ночь ездит техника мощи или не может не каждую но часто по крайней мере по моему зимой ездила чаще чем сейчас я не знаю чем это связано может их есть некий раз некая расписанники график вот есть большое количество всяких программ например для студентов да если вы приезжаете есть например на английском магистратура есть даже некоторые бакалавриаты на английском естественно есть программа обучения на норвежском куча возможностей для даже если вы приехали ну скажем так не были особо уверены что будете делать если вы как бы озаботитесь тем чтобы поискать какие-то варианты то вы найдете да то есть варианты с работы варианты с учебой варианты жильем все можно найти зарплаты очень классный уровень зарплат естественно то есть базовые зарплаты начинаются вот где-то самый минимальный самый минимальный где-то 35 37 тысяч крон в месяц очень сильно грубо это не совсем корректно но можно умножать на 10 чтобы получить рублей делить надеюсь что получить доллар это не совсем корректно там еще нужно 20 процентов подкорректировать но грубо говоря может так сказать то есть примерно если 37000 крон минималка это 3700 долларов очень сильно грубо повторюсь в евро это корректный перевод в долларах не совсем и в рубли это соответственно 37000 крон до 307 тысяч рублей но это минималка то есть в принципе если вы получаете выше минималки то это 400 500 600 то есть фу господи ну это в год я говорю а в месяц это соответственно будет 40 50 60 это как бы средний уровень зарплат и скажем так 70 наверное выше это высокий зарплат то есть я думаю что где-то 70 80 90 и от 100 тысяч у вас скорее уже будет другой налог то есть чем у вас вы за платье возвышенный лог но все равно не настолько высокий чтобы как бы ну переживать плюс вам идет пенсионные числения вам идут вам иду всякие плюски от работодателя например вот мой работодатель оплачивает мне подписку на мобильный плюс оплаченный мобильный телефон оплачать ноутбук оплачение домашний интернет расходы на по любые путешествия связанные с работой но есть лайфхак Когда вы путешествуете по связанным с работой темы, вам начисляются баллы мили. Если вы путешествуете много-много мероприятий, а на моей работе много мероприятий, то вы собираете этих баллов достаточно, чтобы ездить куда-то. Плюс вам платят 13-ю зарплату, плюс вам платят отпускные, естественно. Ну и все социальные штуки, страховая система, система здравоохранения. То есть все это вам доступно, но в принципе это вам доступно и без работы. Но с работой вам доступны всякие частные клиники, какое-то более быстрое обслуживание и так далее. Кто-то может приписать к минусам Норвегии медлительность их структур, служб и так далее. Но здесь есть несколько моментов. Во-первых, они медлительны только в том случае, если вы сами не торопитесь. То есть если вы не будете им напоминать, что вам что-то нужно срочно сделать, тогда они будут медлительными. А если же им напоминать, они в принципе работают нормально, с нормальной скоростью, не сильно быстро, но не сильно медленно. Вот. И второй момент. Если вы считаете, что медлительность это минус, то может быть, да, медлительность будет для вас минус. Но я с Перезда в Норвегию понял, в чем фишка того, что медлительность на самом деле это не минус, а плюс. Ну то есть, например, в том, что вы никуда не торопитесь. То есть если вы делаете документы, вы делаете их, ну как бы, с чувством, сроком, с расстановкой, скажем так, обдуманно. Да, делаете эти документы. И даже если вы чего-то накосячили в этих документах, которые вы делаете, да, вы всегда можете просто взять и, ну, написать, что, извините, здесь ошибка. Пока они как бы думают, вы несколько раз успеете все это исправить. То есть есть определенные плюсы в этом. И самый главный плюс, конечно же, это в том, что вас не напрягают. То есть у вас есть большое количество, у них есть большое количество времени для реакции, а у вас есть большое количество времени для ответной реакции. И даже если вы чуть-чуть вышли за это время ответной реакции, у вас все равно есть варианты. То есть, например, по поводу UDI, то есть UDI это как раз-таки миграционный директорат, да, кто отвечает за миграционные карточки. К ним вы обращаетесь, если вы переехали, и, соответственно, у них процедура такая, что они, ну, то есть вы должны пройти их процедуру, вы должны у них оформиться, они дают вам разрешение. Также они иногда, если они видят, что что-то не так с документами, они вам присылают такое письмо, в котором написано примерно следующее, если перевести на русский, мы рассматриваем возможность вам отказать. Это значит, что с документами что-то не в порядке, и вам нужно дослать или написать им, объяснить как-то, что такое, как бы вашу ситуацию обрисовать. После этого, как бы, они повторно рассматривают, причем это входит как бы в изначальное рассматривание, то есть это абсолютно стандартный процесс. У меня такой процесс был, и мне после того, как я пояснение прислал, мне все, как бы, выдали, все разрешили. А если даже вам после второго, как бы, вот такого, второй попытки вам не разрешили, как бы, продлять карту или получать карту рабочую, да, после этого вы все равно можете оспорить этот процесс, причем количество раз, которые вы можете оспорить, оно тоже там не один раз. Ну, естественно, тут может встать для вас стоимость адвокатов. Но если вы на вашей стороне адвокаты, которые побеждают дело, а в большинстве случаев здесь люди выигрывают дела, которые против каких-то госведомств, госслужб, да, то вы, как бы, покроете стоимость адвоката за счет, естественно, стороны, которая была не права. Вот, соответственно, для вас это будет бесплатно. То есть еще несколько попыток у вас есть, как бы, то есть вот такая вот система, и, как бы, никто никого не напрягает. То есть это все достаточно спокойно происходит. Что здесь еще классно? Ну, вот про транспортную систему, видите, сейчас у меня ездят автобусы, все, как бы, движется, люди ходят. Сейчас, конечно, пораньше, такой день, разгар, можно сказать, всякой активности. Вот, здесь район посольств, очень много разных посольств. Вот, очень прикольный, кстати, миленький райончик, поэтому я решил сделать для вас очередное видео из него. Вот, то есть очень классные условия на работе. Это тоже очень классные офисы, современные, со всеми удобствами, с, естественно, там, я не знаю, кофемашина, там, ваш личный повар, там, кухня, рабочая кухня, как бы. Также всякая такая история, естественно, если вы, там, overstay, да, если вы перерабатываете на работе, за каждый, там, час, который вы переработали, вам доплачутся 40%. Если это вечернее время или выходные, вам доплачутся 100%, то есть у вас двойная ставка за часы переработки. Причем часы переработки вы просто должны зайти в систему и отметить. То есть все вот на таком вот, как бы, свободном доверии происходит. И по поводу, по поводу, как же это называется, штука, когда вы болеете, говорите работодателю, что вы болеете. Больничный, да, вот, больничный. По поводу больничного, то есть как здесь происходит на работе с больничным. Вы просто в одностороннем порядке сообщаете работодателю, я приболел, я сегодня буду дома. Вы можете, по-моему, в течение двух или трех месяцев, два или три дня болеть без каких-то дополнительных авторизаций врача. То есть вы просто говорите, я вот, мне чувствую себя не очень хорошо. И норвежцы это часто абьюзят, то есть они каждые два-три месяца стабильно два-три дня эти берут. Ну и, соответственно, иностранцы это часто не абьюзят, но, тем не менее, за эти дни, я так понимаю, большинство компаний вам выплачивают также полноценную зарплату. А может, вы платите медстраховку. Потом, естественно, вы, если больше трех дней отсутствуете на работе, то вы должны уже обратиться к врачу и, как бы, обрисовать ему ситуацию, и он вам будет помогать. Для этого в каждом районе есть своя легивахта, как бы, и там у вас есть, типа, свой семейный доктор, так сказать, и вы, как бы, к нему можете обратиться или к ней. То есть вот так со здравоохранением. Я не могу сказать, что, как бы, я непосредственно в этой системе мало ей пользовался, системой здравоохранения, да, на данный момент. К счастью. Но многие говорят, вот, в Норвегии там, типа, не очень здравоохранение. Но могу вам сказать следующее. Может, там оно и что-то в нем, как проблемное, но мне вот что важно. Я пришел к врачу, врач меня принял. Как? То есть у меня назначено время. Ко времени назначенном пришел врач, пришел я. Он, как бы, свободен уже для меня, естественно, к назначенному времени. Он меня сразу же принимает без всяких задержек. Мы общаемся, просто как бы small talk. Потом мы проходим какую-то официальную процедуру, потом снова какой-то small talk. И это общение такое позитивное, доброе и приятное, что даже я чувствую, что если бы я себя чувствовал, я просто ходил не потому, что мне что-то нужно было, потому что мне сказали, вы, типа, приехали, вам нужно сходить познакомиться с вашим семейным доктором, ну, типа, просто формальность. Вот, я пошел познакомиться, и так было приятно, то есть я чувствую, что если бы я был приболевший, и у меня что-то бы по мелочи болело, то я бы, наверное, просто в встрече с таким приятным человеком просто бы почувствовал себя значительно лучше, даже если этот человек бы мне ничего не делал, никакой тритмент не прописал, да, ничего такого. Вот, то есть, потом мне очень нравится, что здесь нет такого, знаете, какого-то супер прям насильственного следования закону. То есть, да, вот как бы есть требования, есть рекомендации, как бы как желательно, как нужно делать, большинство норвежцев этому следует, но это не значит, что вы не можете там по каким-то причинам, которые касаются только вас, в принципе, чуть-чуть как бы отклониться от каких-то правил. Вас за это никто, как бы, наказывать не будет, ругать вас за это никто не будет, ну, может там поругать, могут и поругать, но, по крайней мере, это не будет, знаете, как какой-то прям большой проблемой, если вы там чуть-чуть не в срок что-то сделали и так далее. То есть, это для меня лично, это очень тоже приятный момент, потому что, ну, у меня бывает так, что что-то идет не по плану, и я хочу знать, что, ну, как бы, меня будут все равно считать за человека, даже если что-то пошло не по плану. Вот, и здесь это абсолютно нормально, то есть, это тоже, ну, для меня это очень приятный большой плюс, и, как бы, никто особо не напрягается, вот, и это здорово. То есть, это, как бы, имеет позитивные и негативные стороны, но для меня больше позитивных сторон, вот. Что можно еще рассказать? По количеству каникул и свободных дней от работы здесь эквивалент России, то есть, примерно плюс-минус может чуть-чуть отличаться. Там, в другие дни, естественно, все эти праздники там чуть-чуть смещены, а не раньше, да, новогодние, например. Ой, я кажется, сейчас в тупик приду, да? Ну, посмотрим. Вот, но в целом, как бы, то, что они смещены, не влияет на то, что количество, как бы, выходных в году, сверхстандартных выходных, суббота, воскресенье, оно похоже на то, что в России, примерно. И, что также характерно, это то, что здесь очень строго с тем, что вот рабочее время закончилось, все, рабочее время закончилось, значит, вы свободны от работы. И очень редко, когда, как бы, требуют какой-то сверхпомощи, да, тут, кажется, приватная территория, да, жаль, я думаю, можно пройти, но тут почему-то приватная чья-то машина стоит и решетка. Окей, туда не пойдем, пойдем назад. То есть, все очень такое, все очень спокойно, тихо, мирно, чинно. Электромобили, то есть, да, тоже, как экология лучше за счет того, что электромобили не только загрязнение CO2 и всякими побочными продуктами при сгорании топлива меньше, но и, конечно же, шум. Колоссальная разница, потому что примерно половина трафика электрический, половина бензиновый. Я вам скажу, что хоть и половина означает, что примерно, по идее, половина шума должна уйти, но у меня по ощущениям таким чисто субъективным, мне кажется, что 60 или 70% шума. Возможно, на это влияет еще то, что, кроме того, что машины меньше шумят, да и, как бы, если машины даже бензиновые, они все равно тихие, потому что они там, у них там всякие катализаторы, там всякие, всякие системы. Старт-стоп-система и прочее, да, и плюс, в принципе, люди живут более широко, как бы, друг от друга и вообще, ну, достаточно спокойно и не сильно много шумят. Хотя сейчас летнее время, и вы были в парке, вы, наверное, слышали там голоса людей, но в целом, как бы, когда ты живешь в частном доме, где-то не совсем в центре, ну, или даже вот, а мы сейчас в центре, да, вот здесь частные дома, пожалуйста. Люди живут, вот, вы видите, тут день сейчас разгар, как бы, разгар, все вышли с работы, пятница, то сейчас будут тусники и все пойдут, но, как вы видите, людей не сильно много и сумма от машин тоже не очень сильно много. Ну, вот и ездят Теслы, много Тесл, много Ниссан Лифов, вот, кстати, и Ниссан Лиф едет, пожалуйста, есть электрические, соответственно, что это у нас, электрический Мерседес поехал дальше. Естественно, ездят и, там, Peugeot, Citroёn электрический, Mitsubishi электрический, в общем, любую марку назовите, практически, может, Шкода исключение, но, по-моему, Шкода тоже что-то выпустила уже электрическое. В общем, все есть, пожалуйста, вот тоже еще что-то едет, тоже электрическое, я не вижу, что это, Ford или, кажется, не знаю, Mazda, что-то, ну, вот, скутеры, хотя, кстати, скутеры попадались мне электрические, очень клевые, вот, но это, чуть пока большая редкость, хотя странно. Ну, конечно, скутеры есть вот эти вот, которые, ну, которые городские скутеры, да, они, они как раз-таки вполне электрические. Их, честно говоря, так много, что мне уже начинает казаться, что можно было бы и поменьше, потому что велосипеды еще и очень много, может, скутеристов. Там, кстати, фьорд где-то справа, но мы к нему, наверное, не пойдем, а может, и пойдем, не знаю, посмотрим. Идем пока вдоль трамвая. Что еще рассказать о Норвегии? Значит, страна достаточно протянута, как вы знаете, наверное, с юга на север, поэтому по ширине, скажем так, если Берген и Осло, как бы, это противоположное побережье, да, Берген, это восточное побережье Осло, это западное, ну, почти, там, не совсем так, как бы, но, если грубо сказать, то так. И, получается, из Осло в Берген примерно, там, пять часов плюс-минус, там, четырех с половиной до пяти с половиной, может, шести часов на поезде, чуть-чуть дольше на машине, потому что дорога очень извилистая, и, естественно, машина, ну, то есть вы вынуждены все эти фьорды объезжать, хоть и мосты есть, и подземные туннели, но все равно это занимает больше времени. Вот, ну, в плане транспорта, я уже сказал, что мне нравится транспортная структура, сказал, что все ходит по расписанию, но не сказал, что есть виза-виды транспорта. Значит, в Осло конкретно есть такие виды транспорта, трамвай, автобусы, электробусы, междугородние автобусы, поезда, метро, но, ну, вертолеты, это история для всех, как бы, но вертолеты здесь скорой помощи, кстати, есть здесь машины скорой помощи, есть вертолеты скорой помощи, они в экстренных случаях прилетают за вами, особенно если вы там где-то на спорте, там, в горах, да, там, с лыжами что-то случилось, как бы, они прилетают за вами. Вот. А, ну и такси, разумеется, такси, электрические такси, обычные бензиновые такси, такси дороговаты, конечно, но, с другой стороны, смотрящим странам, по меркам Норвегии, в принципе, нормальные, приемлемые цены на такси, как бы, чуть выше, чем хотелось бы. Хотя, благодаря Uber, в общем-то, при, еще раз скажу, что по местным меркам, нормально. Бывает 200-300 крон, как бы, такие цены, и это, в общем-то, приемлемо. Но, бывает, если вам подальше ехать, или вам не повезло заказать, сесть в такси, который стоял, стоял и вас ждало, то будет больше, там, может быть, 400-500-600 крон. Вот. Если ехать совсем далеко, там, в другой город, то, может быть, и тысяча, и больше. Вот. Но, с этой, естественно, вы можете сесть на самолет, также самолеты бывают очень дешевые. Есть лоукостеры, летают сюда лоукостеры. В частности, лоукостеры летают из Польши, по очень хорошим ценам. Лоукостеры летают, еще из нескольких городов, вроде так, в Англию летают лоукостеры. Ну, это, конечно, когда нет короны, всех этих ограничений, то это все актуально. Про транспорт. Еще я вот не сказал троллейбусы. Здесь троллейбуса в Осло, к сожалению, нет. Для меня это загадка, потому что трамваи сложнее, как вы понимаете, для трамвая надо класть рельсы, для троллейбуса только провод. В принципе, провод по эквивалентам троллейбуса. Вот, кстати, трамвай едет как раз к тему. Здесь можно слышать, что он шумит. Но это он едет как бы не совсем в центре, да, в центре там остановки чаще. Они обычно едут там медленнее и там также получше кладут рельсы. В общем, я могу так сказать, что трамвай, в общем-то, шумит не очень сильно. То есть, приемлемо он. И самое главное, может быть, он еще и шумит, хоть как-то, но он практически не вибрирует, не трясется и не бьет. Вот что самое приятное. То есть, вы на нем едете, ощущение, как на поезде. Поезда здесь просто фантастика. Самые приятные поезда. Такое ощущение, что когда ты едешь в поезде, ты как по маслу. Такой, как бы стелишься. Он такой, не знаю, скользящий эффект. Но реально ощущение, как, не знаю, ну, если вы масло, и вы кусочек масла, который сверху другого масла, и вы вот масло по маслу. Ну, вот что-то такое. В общем, очень мягкий ход у поездов. Очень мягкий. Симонцевские, кажется, поезда. Ну, в общем-то, наверное, ничего удивительного. Откуда еще здесь их везти и где их делать. Вот. А вот в Бергене, что интересно, есть троллейбусы. Вот. И почему их нет в Осло, для меня загадка. Ну, вот как-то не повелось, почему с троллейбусами. Но зато есть электробусы. Электробусы вот появились 4 года, наверное, назад начали появляться. И самоходные есть электробусы, но они маломерные. То есть, типа, как маршрутки в России. Вот маршруток здесь, к счастью, нет. Вот эти самоходные маломерные их ставят на ненагруженные маршруты, где мало людей ездят. И они, как бы, там все равно есть водитель. Он нужен для страховки. У него в руке джойстик. И он может, если что, там, экстренную остановку, там, или взять управление в свои руки, если это необходимо. Или может там развернуться где-то в каком-то месте. Может быть, в конце маршрута сделать разворот. Или что-то такое. Вот. То есть, тестируют сейчас эти self-pilot автобусы, я так понимаю, китайские в основном. В общем-то, все здесь, везде транспорт китайский практически без исключения. Ну, кроме частного транспорта, вероятно. А система... Вот мусор. Хорошо, что как раз баг попался. Значит, мусор, естественно, сортируется. То есть, мусор сортируется по типичному так. У вас дома есть обязательно пакеты для пластика синего цвета. Пакеты для органики зеленого цвета. Пакеты для всего, что не сортируется. Любой пакет, который не тот зеленый, не тот синий, вы можете взять. И его использовать. То есть, любой другой, кроме вот тех двух определенных специальных пакетов. Они бесплатные, кстати. Они лежат в супермаркетах, вы просто их можете брать. Иногда их надо пробить на кассе, иногда не надо. Но они все равно бесплатные. Вот. Если вам пробивать их бесплатно совершенно. Ну, иногда ночью они лежат на улице и просто люди подходят, берут. Если, ну, это нужно как бы вам. Вот. И, значит, пакеты. Что еще сортируется? Еще сортируется бумага. Для бумаги всяких упаковок бумажных, да, там, тетропаков. Отдельный обязательно свой контейнер. На всех участках по два контейнера у людей. Такие не очень большие, среднего размера. Наверное, 100 литров, может, примерно так, на глаз. Говорю сейчас, не знаю точно. Не помню. Потом, естественно, есть централизованные места сбора. Это электроника. Это лампы. Это стекло и металл. Стекло и металл сдаются вместе. Ну, вероятно, что они входят в один процесс переработки. По большой, по большей части. Что еще перерабатывается? Ну, и понятно, что там опасные химикаты, всякие такие специфические вещи. Это какие-то специфические утилизационные компании. Об этом надо отдельно отвечать. Но, в целом, как бы, вот так вот. То есть, всего вообще еще строительный... А, строительный мусор еще. Отдельно, естественно, сортируется. Если вот так вот прям посмотреть, самые большие гайды, которые есть по сортировке мусора здесь, там упоминается до 15 типов сортировки мусора, до 15 разных классов мусора. И внутри класса примерно там 10 метакатегорий, скажем так, да, в которые входит там множество всего. Вот. Но есть примеры, как бы, если вам интересно, напишите в комментариях. Я вам под комментарием или под видео где-то оставлю ссылку на такие гайды по сортировке. Вот. Значит, что еще из рецайклинга интересно? Если вы покупаете тару пластиковую или алюминиевую, то есть бутылки, пластиковые бутылки, или алюминиевые банки, там, пиво или какие-то напитки, то вы платите 2, 3, 4, 5 крон, вот в этом диапазоне, за тару. И затем, когда вы возвращаете, вы получаете деньги обратно. То есть там есть специальные аппараты, где вы можете нажать, либо получить чек на ту сумму, которую вы сдали, этих по штрих-коду, они сканируются, эти банки, бутылки. А есть, конечно, банки и бутылки с других стран привезенные. Они очень часто принимаются аппаратами, но за них не выплачиваются вам, потому что в них, как бы, ну, нет, это, ну, это, как бы, не элемент рециркуляции, потому что неизвестно какой тип пластика. Ну, то есть, как бы, вот как-то так. Так, они принимают очень часто, но не дают вам за это денежку. Ну, тем не менее. Так, в телефоне кончилось место, я почистил, а мы продолжаем. Ну, и говорили про мусор. И, собственно, что еще здесь происходит, интересно, это, конечно, некоторые приезжие слои, скажем так, небогатые населения, они ходят, смотрят по мусорным бакам в центре, кто выбросил туда пластиковую тару, собирают ее в большие такие мешки мусорные, собственно, потом идут, это сдают. И я так слышал, что те, кто это делают, они вот за одну такую ходку зарабатывают где-то 200 крон. Ну, то есть, они, видимо, собирают 100, 100 этих, ну, в среднем, там, может, чуть меньше, 170 банок, бутылок, и, как бы, соответственно, за день можно сделать таких... А это, кстати, русское посольство мы прошли, да? По-моему, да, кажется, да. Вот там, да, на двери висит. Вот, и, соответственно, за день можно сделать таких, там, 3-4 ходки, то есть, 3000 крон заработать, что, в принципе, для тех, кто там на пособие, это какие-то деньги, да, и, наверное, они вот таким вот образом дополнительно зарабатывают что-то. Не очень такая чистая история, да, но, с другой стороны, от чего, собственно, плохого, то есть, дополнительная сортировка происходит, и, ну, не попадает этот мусор в все подряд, а вместо этого сортируется. Вот, кстати, электромобиль Hyundai, следом Nissan Leaf тоже электромобиль, и следом уже какая-то бензиновая машина Audi. Да, это бензиновая Audi, но, впрочем, Audi есть электрический тоже, и, причем, ни одна уже вроде как модель. По-моему, есть такой кроссовер, есть седан. Парковки, как видите, бывают вот так вот на тротуарах, а бывают подземные. Сейчас, конечно, дело стараются скрывать, делать подземные, делать специальные такие отдельные парковки, там, многоэтажные, с автоматической оплатой, где просто заезжаешь, потом выезжаешь, как у тебя списываются с карты. Вот, вообще много вот такой удобной штуки, но есть и устаревшая неудобная штука. Кстати, может быть, пойти все-таки к фьорду, я вот размышляю. Вот, кстати, электрический Jaguar и электрический Volkswagen. Вот, кстати, зарядка. Да, это, видимо, знак, что нам нужно идти в ту сторону. Ну, пойдемте. Еще один электрический Volkswagen, и тут вот BMW электрическая, еще один электрический Volkswagen. Есть фургоны, кстати, и Nissan Leaf фургоны электрические, и, по-моему, не только. Ну, в общем, много электромобилей, это очень, конечно, классно. Мне очень нравится. Очень много животных и птиц. Вот у меня домой прилетают птицы, постоянно сидят снаружи. Я вижу, что у меня там птицы бегают, белочки бегают, олени приходили как-то. Было такое дело. Кто еще? Паучки есть, конечно, дома у меня. Но паучки, они такие... Они компанейские ребята, они спокойно себя... Точнее, наоборот, наверное, не компанейские ребята, они спокойно себя ведут. Их-то мало. Они по одному приходят ко мне, потом они уходят куда-то, исчезают, потом появляются другие. Вот. Они там свое дело делают, в уголках где-то сидят, видимо, там... Не знаю, что они ждут, потому что мух тут особо нет. Вообще, таких вот каких-то букашек мелких, чего-то такого вот я... Мне нравится, здесь восла практически нет. Здесь муравьев нет. Вот. Ну, там какие-то пчелы или шмели, что-то такое вроде где-то летают, хотя говорят, что тут пытаются поддерживать популяцию пчел, даже в центре, там специальные места выделены, потому что, типа, очень плохая, маленькая популяция пчел, и это вроде как плохо там, в общем, что-то для этого делают, и... Но меня, если честно, это радует, потому что пчелы, они все-таки пчелы, осы, там жалятся, такое. Вот. Ну и, в принципе, назойливые насекомые, наверное, из всех видов таких вот букашек, таракашек, наверное, летающие насекомые, самые-таки назойливые. Комаров, вот что интересно, здесь есть такие комары, огромные, знаете, такого размера, что один полмесяца в руку, и... То есть у него длинные ножки, длинные крылышки, и этот комар, он... не жалит людей, то есть этот древесный, кажется, называется комар, он не жалит людей, он просто... он просто залетает иногда в помещение, видимо, как паучки, погреться, я не знаю, побыть... Ой, а что, мы опять в тупик пришли? Ну, что ж такое, я надеялся, что мы сейчас выйдем к фьорду, но есть надежда, что справа проход какой-то. Ну, кстати, справа, он похоже, есть проход, действительно, но куда мы пройдем? Там же ЖД-шка, впереди ЖД-шка. Ох, да, ладно, мы не пойдем туда. Ну, вот, кстати, у людей всякие уличные веранды, обязательно, очень козьи, конечно, здесь уютные дома, уютные квартиры, приятно оборудованы, даже если они для подселения туда, то есть не для себя люди делают, а все равно очень делают кайфово, качественно, очень приятная мебель, со вкусом сделаны фотографии, со вкусом сделана обстановка в доме, то есть все вот делается тщательно, аккуратно, внимательно, все-таки целая экосистема такая, вот, это очень приятно, мне нравится, то есть ухоженно и хорошо. Не могу сказать, что идеально состояние дорог, вот, вы можете сами видеть, что не везде идеально, но могу сказать другое дело, что их постоянно здесь делают, я не знаю, вот, в центре все время что-нибудь перекрыто, где они делают заново дорогу, постоянно, то есть, не знаю, здесь чем она вот все-таки портится, вот, порастает, так вот травой, да, может, там, не оптимальная смесь, может, положено не оптимально, да, они тоже делают это в странную погоду, типа в дождь, бывает такое и может поэтому но в общем с дорогами не могу сказать что идеально есть косяки явные но с другой стороны с чем сравнивать вы подвеску вашу не убьете ехать будет вам комфортно но если вот глазами смотрите, ножками ходить приглядываться, то есть некие несовершенства то есть это мелочь но это вот это есть нельзя сказать что здесь прям идеальное полотно как например в Швейцарии хотя в Швейцарии тоже, если вы на автобане там будет идеальное полотно но если вы выезжаете в деревушку то там в принципе будет наверное даже хуже похуже чем тут вот поэтому что с чем сравнивать что мне например не нравится ну например то очень маленькое количество круглосуточных магазинов по сути только в центре кроме того что ограничены сами по себе магазины по времени работы по количеству еще ограничены конечно продажи алкоголя то есть он не продается каждый вечер вечером продажа закрыта по-моему то ли с 6, то ли с 8 наверное с 8 кажется с 8 по выходным он не продается вообще ну то есть это в принципе наверное хорошо это правильные меры но другое дело что я как бы пью редко и мало и мне иногда хочется просто что-то купить там какое-то интересное необычное пиво попробовать домой или вино допустим и я иногда это не могу сделать потому что я вот люблю ходить в магазины по вечерам там и я это сделать не могу но с другой стороны не знаю это очень спорная тема мне кажется что конечно ограничивать таким образом не стоило бы стрёмно что здесь монополия на алкоголь на самом деле особенно на крепкий на крепкий алкоголь тут монополия вин монополь так и называется ну вообще монополия на много чего потому что например на железную дорогу тоже монополия это конечно очень плохо и неправильно ну вот так вот сложилось и видимо они не видят в этом проблемы по крайней мере на данном этапе ну как бы монополия она здесь региональная то есть вью допустим это компания Эльви которая является жидопровайдером в Норвегии в Осло она монополист в районе Осло а например в Бергене там свой монополист или там может два монополиста какие-то махак до поля до полисты да и это не тесла ли первая родстер по-моему да забавно я ее уже сто лет не видел и лиф едет свистит да это первая тесла ведь она такая маленькая это лотос элис на самом деле корпус лотос элис вот а это кстати фиат 500 электрический а как я определяю что это машина электрическая или бензиновая очень легко на номер если первая буква И это значит электрик а если первая буква не И это значит бензиновая вот так вот разделяют еще здесь есть сервисные машины сервисные машины отмечаются зелеными номерами зеленый номер означает что в машине разрешено только два сиденья спереди и за такую машину платится меньше налог а если у вас электромобиль сервисный с зелеными номерами где только два сиденья то за него налог вообще становится супер мизерный опять же по меркам в Норвегии конечно же так я не знаю пройду ли я там опять же или там будет тупик снова надо наверное открыть карту перед тем как туда идти и посмотреть но еще параллельно тому как я смотрю карту надо подумать о чем вам еще рассказать так где мы сейчас находимся кажется там не тупик это уже хорошо ага вот мы где находимся да там но там будет проход налево понятно и потом можно дойти до Акербриге да отлично сейчас мы поворачиваем налево вот здесь вот такой интересный будет сейчас здесь же да интересный проход да кажется уверен правда в этом посмотрим еще раз по карте да вроде да и в конце этого прохода уже снова налево и вверх пойти что-то у меня сомнения все-таки что я правильно пошел некоторые возникают может все-таки нормально все столько скутеров он один даже упал так а все я понял это место какое но в принципе да в принципе можно кстати перейти по мосту но это наверное там вид прикольный с моста будет но с другой стороны с другой стороны там видно трассу и в принципе ничего больше то и нет там будет шумно наверное видно фьорд видно трассу сейчас я вам в принципе покажу этот вид но не пойду туда давайте так половинку сделаем чисто панорамку половинку панорамки кажется что корабль стоит ну смысл он стоит да он просто за дальше колорлайн так в общем вот мост через трассу вот корабль ну и вот здесь ждшка через которую я не пойду поэтому пойдемте вот туда можно пойти вот сюда попробовать вы тут симпатично погода значит очень жарко летом очень жарко зимой комфортно хорошо не сильно холодно обычно опускается температура до минус 5 в осло иногда изредка будет чуть ниже минус 7 минус 10 реже когда сильно меньше чем минус 10 может минус 15 это прям такой уже серьезный мороз то есть в осло холоднее бывает а вот летом вот сейчас 24 но честно говоря мне кажется что 27 может это на солнце может за то что я иду в горку но вот ощущение что 27 или может даже больше вот и поэтому я говорю что очень жарко мне жарко все что выше 18 19 ну 20 градусов вот и мне конечно жарко поэтому я задумываюсь переехать на север то есть это Трандхайм Тремсе Буде Киркинес или Щиркинес в общем такие города но это пока просто мысли но здесь реально жарко летом купаться пожалуйста но для тех кто любит жару здесь будет комфортно летом то есть 24 27 на солнце жарче тени прохладнее вечерами комфортно в принципе вот уличные площадки везде спортивные всякие со столами там с такими штуками на работе у меня тоже настольный теннис шахматы можно прям в рабочее время даже сделать перерывчик там 15-20 минут поиграть в теннис в шахматы там кофе попить вот это как бы в норме то есть на работе тебя тоже никто пока ты делаешь свои дела как бы делаешь выполняешь свои задачи никто тебя не перегружает работой работаешь с комфортом то есть вот такой вот режим мне очень нравится то есть как тут люди работают как тут люди живут спокойно без напряга без спешки без паники и получают удовольствие от жизни живут счастливо наверное большинство вот но не все конечно особенно среди мигрантов не все понимают не все ценят эту тему не все ее придерживаются ну и молодежь еще конечно молодежь она более туснюковая такая заводная то есть есть всякие клубы пабы но сейчас как бы в корону то было меньше вернее это вообще было все закрыто но вот только недавно начали все это открывать и сейчас как бы много стало всего такого вот не все еще открыто границы тоже не открыты для тех кто не местный естественно для местных пожалуйста или для тех кто здесь работает или учится но для тех кто здесь просто хочет по туризму приехать он пока еще не может приехать что вам еще рассказать эта мысль которая у меня в голове постоянно крутится и я к сожалению не подготовил для вас некий структурированный список тем о чем я уже наверное говорил поэтому получается немного сумбурно но я надеюсь что вы меня простите те кто смотрит этот формат видео с прогулками где я просто иду по городу показываю крестности рассказываю вам что-то интересное более или менее интересное ну вот для тех я этот формат и снимаю я надеюсь что это будет кому-то интересно и полезно и пишите обязательно пишите ваши вопросы про Норвегию кстати у меня есть канал по миграции в Норвегию называется в телеграме канал находится называется way to Norway слитно все как бы впереди название канала собачка ставится естественно собачка way to Norway заходите подписывайтесь на канал если вы еще не там задавайте любые там вопросы также вы конечно можете задавать мне вопросы в комментариях к этому видео или писать мне на электронку писать мне на сайт но самый хороший вариант все таки наверное телеграм потому что часто его проверяю мониторю и отвечаю стараюсь там быстрее всего вот что мне еще нравится в спокойном режиме то что у вас остается время у вас остается энергия во первых у вас остается энергия на то чтобы заниматься спортом это первый момент то есть вот я допустим гуляю кто-то ездит на велосипеде кто-то бегает кто-то делает разное кто-то что-то более серьезное делает но и мне вот хватает прогулок в основном что я достаточно много гуляю хожу пешком и люблю это делать правда сейчас мне жарковато не для этого но все равно страдаю как бы но иду немного страдаю вот покупаю кофе холодный чтобы как-то компенсировать что можно какую можно еще категорию затронуть ну из того что мне не нравится это наверное хотя тут как много ну вот насчет менталитета как бы и культуры вот такого характера норвежцы конечно многие достаточно такие убежденные люди хоть и спокойные но все же там убежденный ну вот что мне однозначно не нравится то что у них есть большая зависимость от пропитарных компаний ну я вам это уже говорил видео по линуксу да что очень большая зависимость реально от маркетологов от всяких apple microsoft которые навяливают вам свое мнение и люди ведутся на эту историю как бы это очень печально вот здесь это так вероятно в частности потому что но люди умеют считать деньги умеют считать свое время то есть не хотят тратить много времени соответственно не доверяются в принципе тому что видят в рекламе ну потому что вот они увидели да вы захватили запомнили как бы им показали вот так вот красиво преподнесли все как бы они запомнили при случае им надо обновить телефон они а вот вспомнили рекламу купили телефон то есть это не какое-то событие знаете там ноутбук купить там Машину пообновить. Для кого как, конечно. Но я бы сказал, для среди Fred's Norte, наверное, скорее не событий. Может быть машина еще более-менее. Событие. Но в основном я бы не сказал, что это событие. Что производят в Норвегии? Вот какой вопрос я не затронул. Производят здесь, конечно, в основном еду. И в основном эту еду производят для внутреннего рынка. То есть она вся идет сюда, ну естественно в Швецию, что-то идет в Данию, а что-то идет в Германию. Но в основном она для внутреннего рынка. И очень большой импорт еды происходит из Германии, даже из США, из Польши, очень много русских продуктов, точнее они как бы брондированы русские и имеют вкус и состав примерно такой же, как русские продукты, но по факту сделаны они либо в Германии, либо в США, либо в Польше, либо в Латвии, в Литве, в Эстонии. Но есть и русские продукты из России, такое тоже бывает, правда реже. Спокойно здесь это все продается с русскими надписями, есть арабские магазины, там есть арабские продукты, есть азиатские магазины с азиатскими продуктами. То есть вообще ассортимент продуктов здесь шире, чем в России, не в том смысле, что, скажем так, норвежских продуктов в Норвегии меньше, чем российских продуктов в России, но зато здесь широко представлены другие виды магазинов других наций. И в этих других видах магазинов полностью другой, за там небольшое что-то пересекается, но в остальном полностью другой ассортимент продуктов. То есть в азиатских магазинах какие-то странные штуки, которые я обычно не ем. Всякие непонятные рис, ну рис-то еще ладно, какие-то там макароны, лапша, вот что-то там они любят это есть, вот это вот все и продается. Кстати, смотрите, там вот телефонная будка, вон там. Здесь они стоят, они оставлены, там стоят книги внутри. И вы можете прийти туда, взять оттуда книгу или принести туда какую-то свою книгу, оставить. То есть это такой букшеринг, или как это называется тема, буккроссинг, я не помню точно правильное название для этого. Но тем не менее такая тема есть, мне кажется, очень крутой reperпус. То есть они не стали эти будки убирать, они их использовали вот для таких классных дел. Причем я заходил в эти будки, там лежат, несколько книг лежит на русском, там в одной, в другой. Там где-то, там где-то что-то книги лежат на русском. В библиотеке, кстати, большая библиотека в центре Deutschmann, или как там она правильно называется, в ней есть разделы на языках, то есть и в том числе на русском. Я насчитал, вот сейчас попытаюсь вспомнить по памяти, где-то шесть стеллажей, шесть стеллажей, ну то есть это, можно сказать, такая одна стена полностью устеленная этими стеллажами, ну условно говоря, где чисто русские книги. Вот, то есть очень, ну как, неплохое количество книг, но, честно говоря, не идеальная подборка. То есть я бы там очень мало что-то захотел бы почитать, но книги на русском есть. Соответственно, естественно, есть книги на других языках, где-то библиотеки меньше, где-то больше, где-то просто там другие. Но книги есть на всех языках, и это приятно. В магазинах, кстати, тоже есть книги на всех языках. То есть есть разделы мультиязычные, но вообще норвежцы достаточно много своей собственной литературы, что похвально, я считаю так. Вот, кстати, мы дошли до Айкербриге, и сейчас мы можем пройти в центр через Айкербриге, что я считаю будет неплохим маршрутом, тем более я уже давно здесь не гулял. И, кстати, по пути будет мой любимый Винмонополь, где я иногда покупаю баночки пива, всякого интересного, необычного, привезенного откуда-нибудь издалека. Этот магазин находится примерно вот между этими зданиями, вот там в глубине. Ну, в принципе, мы, может быть, там мимо него пройдем, а может мы пройдем чуть раньше, чем он начинается, я уж точно не помню. Но, в общем, он где-то там, либо вот между этими зданиями, либо между теми, чуть-чуть в глубине. Да, так как это район посольств, здесь, соответственно, не только посольства национальные, но и вот всякие тематические корейские рестораны, китайские рестораны, возможно, и русские рестораны есть, не знаю. Ну, в общем, кроме посольств, ну, это уже вообще край, это уже почти что не район посольств, но мы как бы вышли из него, мы шли через него, и мимо некоторых посольств мы сейчас проходили. Я, правда, вам не комментировал, кроме русского, потому что не вспомнил наизусть ничего. Автобус пропускает меня, я пропускаю автобус. Спасибо. Вот. Ой, там что-то перегородили. А, нет, можно пройти. Все же можно пройти, хотя можно, наверное, было бы и оттуда зайти. Ну, ладно. По поводу стоимости транспорта. Вообще, как бы, есть безлимиты на транспорт, на весь, все виды транспорта. Вот это очень классно. То есть, вроде дороговато, 750 крон, но вам надо понимать, что в это входят даже паромы. Я, кстати, забыл сказать, тут паромы еще есть, причем паромов достаточно много. Мы сейчас их будем проходить. Кстати, паромы на острова. То есть, они входят в транспортную систему и оплачиваются вместе с вашим билетом на автобусы, на троллейбур. То есть, вы покупаете билет на зону, и какой бы транспорт ни был, вы можете пользоваться. Ну, понятно, что кроме такси. Но с такси, кстати, есть нюанс. Если автобус не пришел в течение 20 минут с момента, когда он должен был прийти, вы можете заказать такси, взять чек с такси до 650 крон, по-моему, взять чек с такси и отправить его в транспортную компанию. И вам транспортная компания компенсирует стоимость такси, потому что автобус не приехал. Но в реальности я вас немножко успокою, сказав, что в ситуации, когда автобус не приезжает в моей жизни, и чтобы он был в расписании, но не приехал, я такого не припомню. Либо вы ошиблись с расписанием, его нет в расписании, проверяете, либо он всегда приедет. Если вдруг он может опоздать из-за того, что иногда происходит следующее. Например, автобус сломался, его нужно заменить. Он останавливается на ближайшем остановке. Пока он останавливается, он уже сообщил диспетчеру, что на такой-то остановке нужно срочно перехватить. Проходит буквально считанное количество минут. Я не знаю, как они это делают, но они как-то раскидывают эти автобусы. Короче, реально проходит считанное количество минут. Все, людей уже пересаживают в другой автобус, который подъехал, и он продолжает маршрут. То есть это все в 20 минут легко упирается. И да, если вы видите отставший на более чем на 5 минут автобус, то это скорее всего значит, что это подменный автобус. То есть его подвезли, заменили, людей пересадили, а тот будут куда-то оттаскивать и там будут чинить. Вот такая история. Я наблюдал это, причем неоднократно наблюдал, потому что хоть эти автобусы новые, здесь постоянно их обновляют, меняют, но сами по себе автобусы китайские. И я так понимаю, что в принципе водители, которые здесь автобусы водят, они их вообще не жалеют, не щадят никак. И износ этих автобусов, блин, я даже не знаю, как вам, чтобы интереснее было пройти, как-то покрасивее маршрут выбрать. Вот, в общем, они их не щадят совсем. И автобусы эти спокойно служат год-два, и потом там надо их, видимо, капитально обслуживать. И Норвегия что делает? Она продает их в Польшу, в Украину, в Белоруссию, где их используют дальше. Есть, мне подруга присылала фотографию, что в Украине ездят норвежские автобусы, которые вот такие же точно, как здесь, даже украинцы ленятся отклеить с них рекламу рутера. Рутер – это наша транспортная автобусная компания. Вот такие дела. Здесь, кстати, вот Мишка. Я его не помню. Привет, Мишка. Транспорт. В общем, вот этот безлимит. 750 крон. Если вы едете в день, в смысле в день, в месяц, более чем пользуетесь транспортом, более чем там 10-15 раз, то вам уже выгодно купить это. Потому что однократный билет стоит где-то 30-40 крон вот в этом диапазоне. И это в одну зону. То есть, если вы внутри города ездите, внутри центра. Если вы в соседнюю зону едете, то он будет плюс 20 крон еще сверху. То есть, примерно плюс половина к цене. И это достаточно накладно. Если вы часто ездите, то получается выгоднее взять безлимит на месяц и безлимит на год. Безлимит на год на два месяца дешевле. Получается, два месяца вам как бы дарят. Но дальше сезонные, сезон пассы, те, что продаются, они продаются на месяц, и на, по-моему, неделю, и на день. И у них уже цена одинаковая. То есть, если разделить на количество дней, то цена будет одинаковая. То есть, только тот, что на год, он дешевле. Ну или, может, там чуть-чуть скидка есть, но она несущественная. Вот так вот скажем. Так, пойдем ли мы сюда или мы пойдем вперед и пойдем туда, или мы пойдем туда? Я даже не знаю, честно говоря. Куда мы как пойдем? Нет, мы пойдем, наверное, вот туда, а потом влево, вдоль фьерда как бы. Я вообще хочу в этот район переехать когда-нибудь, может быть. Но здесь, конечно, нет домов. Здесь только квартиры. И здесь, конечно, подороже. Но достаточно прикольно. Район приятный, мне нравится. Район Айкербринге. Здесь вот причалы, лодочки. Все так классно сделано. Есть вот такой вот специальный, специальная мини-речка. Здесь вот течет такая прикольная. Она вот очень далеко туда заходит. Так, про транспорт рассказал. Про лоукост рассказал. Такой международный транспорт, да. Если говорить по Норвегии, путешествовать достаточно дорого тоже, конечно. Авиа, наверное, самый доступный вариант, как ни странно. Автобусы и поезда до лед дальнего следования достаточно дорогие. Но есть разные лайфхаки. То есть можно купить сильно заранее, будет чуть дешевле. Но есть всякие различные лайфхаки, как можно экономить на поездках. Можно, естественно, с кем-то брать машину совместно, скидываться на машину. Особенно, если электрическая. Есть разные решения. Вроде бы дорого, но по местным зарплатам еще раз скажу, что месячный проезд на транспорте, который стоит 750 крон, это стоимость трех часов вашей работы. То есть вы один день в течение трех часов работаете, и за это время вы отрабатываете сумму на работе с учетом налогов, которая вам нужна, чтобы оплатить месячный проездной на все виды транспорта. То есть вроде как бы дорого, если перевести на рубли, но если посмотреть, что это три часа работы, то есть посчитаете, что вы в России бы за три часа работы получали безлимит на корабли, поезда, автобусы, электробусы, трамваи, метро, все вместе взято. Я вам скажу так, если в России есть безлимиты, кстати, действительно на каждый вид транспорта есть безлимиты, о них просто не все знают, не везде говорят, даже сами транспортные компании всегда об этом знают, но они есть на все. Есть практически во всех городах. И эти безлимиты, я вам скажу, каждый стоит, ну, когда я уезжал из России, безлимит в Ростове-на-Дону, каждая такая безлимитная карточка стоила примерно от двух до двух с половиной тысяч рублей. Всего видов транспорта в Ростове примерно четыре. То есть если вы их возьмете, это примерно 10 тысяч рублей, может чуть меньше, там 7-8-9 тысяч рублей. В итоге, если вы перевезете это на кроны, получается, что здесь в кронах безлимит дешевле. Вот такая вот история. Но и, конечно, здесь транспорт ходит по расписанию. Кстати, он ходит и ночью, причем и поезда, и автобусы. Естественно, он ходит ночью реже. В рабочие часы ходят дополнительные маршруты и более длинные маршруты. В нерабочие часы и по ночью маршрутах, естественно, меньше. Хотя, кстати, некоторые маршруты ночью удлиняют, некоторые сокращаются, но, в общем, там чуть-чуть другая движуха. Особенно ночных маршрутов много их становится по выходным. Вот сегодня с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник вот эти три ночи будут ходить ночные маршруты. По будням ночных маршрутов меньше, но в качестве ночных маршрутов работают... То есть, например, если к вам едет три или четыре автобуса, то вы можете быть спокойно уверены, что из этих трех или четырех автобусов какие-то автобусы будут ходить ночью. Может, как ночной маршрут, как другой, а может, как такой же, как традиционный. Давайте здесь немножко посидим, посмотрим на яхты и еще поговорим о лодках. То есть, здесь вот как раз-таки причалы с лодками. Лодки эти плавают... Ну, не вот эти лодки, это частные лодки. Там дальше мы пойдем, сейчас увидим эти корабли, такие более крупные паромы. Они плавают на острова. На островах живут тоже люди, поэтому это все входит в единую транспортную систему. Это как бы все в первой зоне находится. Естественно, вы на автобусе туда не доберетесь. Ну, на некоторые острова, там, куда есть мосты, там можно, да, или там далеко объезжать. Но в целом, как бы, вот, садитесь на паром, там 15 минут, и вы... А, вон паром, кстати, идет, сейчас вам покажу. Смотрите. Вдалеке, вон там такой... Они, кстати, гибридные, эти паромы. То есть, они не очень сильно шумят. Иногда вообще не шумят. Иногда там включается дизель, наверное, чтобы подзарядить батареи. Но, в целом, сейчас это ходит гибридные. Я так понимаю, в перспективе это будут полностью электрические. То есть, будет в порту зарядка. Сейчас уже на фьордах такие зарядки есть. Здесь, пока, я так понимаю, еще не сделали. И он просто, когда стыкуется, он заряжается. Потом он плывет, как бы, то есть, даже дизель не нужен. То есть, он там есть, естественно, для резерва. Как резервный источник питания. Как основной, там идут батареи. Соответственно, он тихий. И он очень плавно и приятно ходит. Вот. Частные лодки электрические тоже есть. Но, наверное, они встречаются реже. Хотя, вот, кстати, я не знаю, как плывет вот эта лодка, что сейчас перед нами. Но звука от нее нет. Может быть, он выключил уже двигатель просто. Или, может быть, у него какой-то супертихий движок. Я не знаю. Я не специалист в этой теме. Но, в общем, лодки здесь, кстати, достаточно доступны. Они здесь по стоимости даже дешевле автомобилей. Ну, насчет цен на парковку не знаю. Но если парковаться не в центре Осло, а за пределами, как бы, центра Осло, то там, в принципе, приемлемые цены на парковку. Ой, батарея 20%. Кстати, смотрите. Следом за паромом плывет очень что-то интересное. Сейчас, не знаю, попробую приблизить, наверное. Оп. Что это такое? Это прогулочный корабль. У него спущены паруса, но он... Интересно. Я не видел, чтобы такой плавал здесь. Что еще важно рассказать? Перед тем, как у меня села батарея, и надо еще прогуляться по Акербриге, пока не окончательно села батарея. Так что мы переключимся сейчас на маленький зум. Все, погуляем чуть-чуть по Акербриге. Я попробую... А, ну, рестораны. Про рестораны немножко, раз уж мы в таком районе. Значит, очень интересно. С одной стороны, да, опять же, если переводить на рубли, рестораны, конечно, дорогие. То есть там средний чек на двоих, допустим, 600 крон. Это 5-6 тысяч рублей. Но, если, опять же, переводить на местные, как бы 600 крон – это 2 или 3 часа работы, как я уже говорил. Да, то есть вы можете пойти на двоих в ресторан. Причем, интересный момент, цены в ресторанах между собой не сильно отличаются. Есть, конечно, исключения, несколько ресторанов. Но в целом, вот эти все рестораны, куда вы не зайдете здесь, если экономно поесть, то на человека будет 200 крон. Примерно 200 плюс-минус. Если не экономно, то 300-400. То есть на двоих это вот как раз 500, 600, 700. Вот. Такие, примерно, цены. И в какое вот вы бы не зашли сейчас ресторан, примерно вы потратите одинаковые суммы. То есть там блюдо по 100 крон, блюдо по 150 крон, блюдо по 200 крон. Вот такие категории. Если что-то подешевле, пожалуйста, вот можно пойти в Грюнланд. Грюнланд, он примерно вот где-то там находится. И в Грюнланде, например, есть такая штука, индийский кафе. В индийский кафе, например, можно поесть за 75 крон. 75 крон, то есть это, ну, где-то 600 рублей. Можно поесть 5 блюд, хлеб и воду. То есть это полный ланч такой, бизнес-ланч, да. Получается где-то за 500-600 рублей. Может сейчас уже чуть больше, может 700. Ну, неважно. В общем, дороже, естественно, чем в России, но по местным зарплатам, 75 крон, это просто смехотвор. Но это такая сумма просто, ну, не знаю, очень-очень. Все, что меньше 100 крон, здесь, короче, не считается. Ну, как в России, все, что меньше 100 рублей, не считается за какое-то серьезное. Вот, кстати, видите, очередь в ресторан. То есть это нормальная практика. В клубы очереди. В рестораны люди вот стоят и ждут. Видимо, если они пришли не по записи, что можно записываться, а просто вот пришли ножками, решили зайти в ресторан, то они тоже стоят. Ну, вот сервисы доставки. Есть Fudora, есть Volt. Возможно, еще какие-то, которые я не знаю. Люди работают тоже, как бы, на скутерах в основном. Кто-то на машинах, кто-то пешком доставляет. Вот, кстати, порт. Мы почти пришли, который раз лодочки оттуда ходят на острова. Тут несколько разных лодочек на острова. Они, в том числе, там заходят на несколько, каждая лодка на несколько островов поочередно. И это все очень, на самом деле, оперативно. То есть она отплывает, она пришвартовывается, минута разгружается. Через минуту она уже разгрузилась. То есть если вы пропустили свой остров, вам придется сделать полный круг. Это вполне реально, очень, как бы, так динамично, скажем. Вообще здесь весь транспорт так работает. То есть трамваи, автобусы, электробусы, вот там кнопки, то есть вы должны нажимать кнопку, чтобы он остановился. Если вы не нажали кнопку, он проедет мимо на хорошей скорости вашей остановки. Естественно, если на остановке человек, то он остановится. И человек должен дать ему знак, что он, как бы, хочет сесть в автобус. Если человек сидит на лавочке и никак не обращает внимания на автобус, то автобус тоже проедет мимо. У меня такое было. Если вы не обращаете внимания на автобус, он проедет мимо. Если же вы машете ему, что он остановился, он останавливается и, как бы, все окей. Вот, то есть обязательно. Это, соответственно, ускоряет, эффективизирует, как бы, можно так сказать, систему всего транспорта здесь. Вот L-BOT, видите, здесь написано, вот сейчас в центре кадра. То есть это электролодка, соответственно. Они здесь не пишут электро, они пишут L-BIL, это электромобиль. L-BOT, электролодка, electric-BOT. Вот, и, собственно, что еще, наверное, я не помню, как самолет будет. Ну, как-нибудь L-Plane, наверное. Или, может, какое-то норвежское слово. Я, кстати, не помню, как будут самолеты. Ну, Fly, у них точно слово вроде бы есть, но неважно. Вот, кстати, городская Ратуса или City Hall впереди. Вот такое здание строгое, не знаю, конструктивизм или как там это называется, жанр архитектуры. Вот, кстати, можете созерцать процесс. С банками, похоже, возможно. Вы только что могли созерцать. Не уверен, правда, на 100%. Но вот в каждом райончике есть вот такие вот пятачки с такси, где такси забирают людей. Вот эти такси обычно стоят жутко дорого, и вам нужно в этот пятачок вызвать просто Uber и поехать на Uber. Как делают многие современные люди. А вот эти вот такси берут сверху за то, что вы здесь в них сели. 100-200 крон. То есть, ну, достаточно дорого. Очень любят норвежцы филиппинок. И здесь очень много филиппинок и вообще девушек с жарких, теплых, восточных стран. Также норвежцы очень любят Испанию. Вот часто ездят в Испанию. Многих дома есть в Испании. Ну, это, наверное, как-то, может быть, характеризует их немного. Но, видимо, потому что вот им не хватает кого-то тусника здесь. Ну, вот это национальный музей, новое здание. Немножко не видно из-за солнца, но... Я сейчас попробую. Вот так сделаю. Да, вот видно. И здесь Нобелевский музей. Здание Нобелевского музея. Вот то вот ванильное, так скажем, здание на углу за остановкой трамвайной. Трамвайная, кстати, каждые 10 минут тут ходит трамвай. Там написано 10 минут. То есть, примерно в пределах 10 минут придет какой-то очередной трамвай. Там вот справа рыбный рынок и парковка для велосипедов. Также бывают уличные концерты, естественно, всяких различных групп. Просто люди сами устраивают уличные концерты. А вот, кстати, реклама Шкода. И я вот не могу понять, это электро... Нет, это, кстати, бензиновая Шкода обычно. Но, по-моему, Шкода начала делать что-то электрическое. Но вот я не помню. Это же шведская, да, Шкода, по-моему? Или не шведская? Уже забыл. В общем, вот это, кстати, синие велосипеды. Это аренда. Достаточно недорого их стоит. А дальше там уже как бы частные. Вот. И здесь причалы. Вот раз, два, три, четыре. Четыре или пять причалов для именно паромов. И еще несколько причалов для всяких туристических кораблей. Вот, как вы видели, сейчас плыл. Также вот есть такие всякие арт-объекты. Не арт-объекты, на самом деле, а просто некие такие карты от данного района. Там с какими-то фактами интересными, историями. Вот такие вот стоят, вот, инфопункты по городу. И там рассказано, как бы, немножечко рассказано о городе. Летом, да и зимой, в общем-то, стоят вот такие фургончики с едой. Там можно купить всякие... Ну, кстати, видно эти фургончики, я не знаю, видно ли вам за трамвайными путями. Кстати, видите, трамвай просто вровень с землей. Никому не мешает, просто трамвайные пути прямо вровень с прогулочным тротуаром. Ничего страшного, трамвай спокойненько едет, как бы. Ничего страшного не происходит, что он вот вровень с землей, и все отлично. Сейчас мы придем с... Я не знаю, хватит ли у меня аккумулятора, может быть, нет, но национальный музей. И за национальным музеем уже начинается Стуртингетт, то есть парламент. И за Стуртингеттом уже идет прогулочная улица, которая идет к вокзалу. И с вокзала я могу поехать на автобусе домой. То есть, в принципе, я от Вигеландо дохожу спокойно до центра. Также можно дойти и домой, конечно, но это где-то час еще идти от вокзала. То есть, а до вокзала еще минут 15. Скорее всего, батарейки не хватит. Возможно, сейчас, наверное, стоит прервать запись на всякий пожарный. И возобновить ее просто для того, чтобы вдруг чего не произошло. Последний раз, когда у меня телефон выключился, запись сохранилась. Но мало ли что, вдруг мой пиксель решит, что сегодня что-то по-другому. Будет другое настроение у него. Поэтому я на всякий случай запись остановил. Потом эти файлы нужно просто будет сшить по порядку. Может, даже не нужно будет видеоредактором, а просто микшером для файлов. Посмотрим. Авидемукс такой микшер есть, если вы не знаете. Но вернемся к теме про Норвегию. Есть, конечно, много здесь вот таких мест приятных для прогулок. Вот парки, фонтаны. Вы видите, сейчас они начали работать везде. Хотя вот где-то что-то там ремонтируют, но фонтан вроде как бы работает. Вот. Фьорд. Сейчас Сити Ратуса звонит, потому что 7.15. На каждые 15 минут дает какие-то сигналы. Вот там где-то часы, которые... А, нет, вот это звонит. О, кстати, я что-то не обращал внимания, но вот это звонит. Штука, вон колокол. Мне казалось, что... Видимо, она, наверное, иногда так, иногда так. Ну, потому что я помню, что звуки были вроде как из ратуши. Может быть, конечно, они отсюда были. Забавно, забавно. Иногда узнаешь что-то новое. Ой, а неужели здесь убрали эту дурацкую дорожку, которую насыпали из бетона? Да, ее убрали. Здесь была дорожка из бетона, непонятно зачем насыпана. Ее, к счастью, убрали. Как это прекрасно, что ее убрали, потому что вообще непонятно, к чему она лежала поверх плитки дорожкой из бетона. Никто не понимал зачем. Говорят, что экологическая партия почему-то решила постелить дорожку из бетона. Что в этом экологичного для велосипедистов. Но дело в том, что дорожка, то понятно, что это хорошо, что такую сделать. Но она была поверх и так ровной плитки. Она была ввела вот отсюда, то есть просто посреди площади. И ввела вот до конца сити-холла, то есть вот оттуда примерно. И какой смысл в таком куске? Его вроде как убрали. Это хорошо, это меня радует. Черный такой был асфальт. Сейчас я его не вижу, значит его действительно собрали. Может быть, это было временно для того, чтобы что-то там делали. Может быть, я неправильно знаю. В общем, там еще вот справа у нас есть кэссл, как бы местный замок. Не помню точно его название корректное. Но вот у нас есть в центре замок, да, и здесь парк возле него. Вот, кстати, и трамвай. Что еще можно сказать? Мешка про налоговую систему. Значит, налог, когда вы приезжаете сюда и работаете, 25% в первый год. Это называется ПИИ, это как бы упрощенная система налогообложения. И по этой схеме 25% вы платите налог. То есть так вот. Но зарплата, естественно, указывается в год, в кронах и в тысячах. И зарплата указывается, как сказать, брутто, да. То есть до вычета налогов. Потом у вас еще вычитают из нее налог. Потом, когда вы работаете более года, вам начинают вычитать 32%. Это стандартный вычет. Если же вы зарабатываете очень много, то этот процент начинает расти. 33, 34, 35, 36. И, по-моему, максимальный процент, который у вас может уходить в зарплату, это 37%. Если я не ошибаюсь, хотя, может, есть особые какие-то случаи. Но вроде как слышал, что 37%. Но это вам надо прямо очень много. Не то, что несправедливо много, наверное, некорректно так сказать. Но прям очень много, в общем, зарабатывать. Ну, естественно, даже этот увеличивающийся процент, если вы настолько больше зарабатываете, ну, вы все равно зарабатываете много, даже с этим увеличенным налогом. А там что-то парк закрыт странно. Парк, это, кстати, вокруг... О, кафешка зато тусит. Вокруг замка. Парк. И там часто бывают концерты на открытом воздухе, но сейчас закрыт почему-то. Решетка вот там зато тусня. Хорошая музычка. Заборы. Кстати, вот тема забор. Вот здесь, наверное, сейчас будет срано, что я буду говорить, но тем не менее. Заборы здесь, на самом деле, встречаются редко. Их ставят в основном на время ремонта, каких-то реставрационных работ, пересадки, земли, прокладки кабеля, вот что-то такого. В остальное время обычно заборов нет нигде. Люди сидят на траве. Возможно, сейчас посадили новую траву, поэтому... Нет, кстати, трава вроде не новая. Ну, не знаю. Почему-то огорожена. В общем, обычно здесь заборов практически нигде нет, кроме стройплощадок. И это радует. Стройплощадки есть в центре, но не в центре, как бы уезжаешь подальше, если их становится меньше, это тоже радует. В общем, люди, даже участки, бывает, либо огораживают заборчиком низеньким таким, незаметным, или вообще без забора. Правда, бывает и страшный забор, честно говоря, вот такой вот, типа, как справа сейчас. Но не совсем такой, так скажем, временный, а постоянный. Но это часто делают сетку такую, чтобы ее под засаживание растениями. Но некоторые домовладельцы, естественно, не следят за этим моментом. И когда вы не следите за этим моментом, естественно, у вас могут растения ваши умереть. И если они умрут, то, к сожалению, ваш забор будет просто такой металлической сеткой. Но некоторые ухаживают, делают классный забор, вообще даже полностью из растений. Многие ухаживают настолько приятно, что, ну, прям кайфово. Вот. Но это, естественно, все индивидуально зависит от людей очень сильно. Блин, куча людей во всех заведениях очень непривычно. Прямо такие движухи везде. Здорово. Здорово. И классно еще было бы с кем пойти в кафешку. Было бы еще круче. Но ничего. Сегодня у нас обзорная экскурсия. По центру. Кафе Скансен 2008. Вот так. Уже очень недалеко осталось до вокзала тут, по сути. Наверное, 10 минут примерно осталось до места, где я сажусь на автобус. Кажется, наверное, все-таки телефон отрубится, но что-то у нее отрубает. Да, ну 2%, ребятки, 2%. Сейчас он вырубится. Ну вот вам рука, наверное, финишный будет кадр. И затем телефон выключится. Правда, у меня с собой второй. Но я даже не знаю, хочу ли я что-то еще вам рассказать. Или у меня уже закончились темы Норвегии. Насколько легко сюда переехать, может быть, еще. Ну я так вкратце скажу, что очень легко и намного легче, чем вы думаете. Вариантов масса. Я уже в Кольц говорил, что обучение, работа, переезд к семье, миграция по политическим причинам, скажем так, да. И так далее. Огромный список кейсов. Ну, как бы, огромный список легальных кейсов. Естественно, есть какие-то еще другие варианты. В общем, очень легко, на самом деле, переехать. Намного проще, чем вы думаете. И если даже какие-то... Так, подожди, скажешь Дэн, скажете вы Дэну. Так ты все рассказываешь, вроде так все позитивно. Но что-то же должно быть негативное. Но для начала я вам расскажу еще один момент. У норвесов есть такая тема, что они привыкли... Вещи, которые им не нужны, они привыкли отдавать бесплатно. Поэтому у них есть такая штука. Финн, это доска объявлений, такая же, как Авито примерно. Там тоже есть всякие такие сервисы. На которые вы можете достать практически все вещи бесплатно. Ноутбуки, электроника, бытовая техника, комбайны. Все для кухни, все для дома. Одежду, косметику, не знаю. Вообще, в принципе, все, что угодно, вы можете достать бесплатно. Очень часто это то, что достается вам бесплатно. Оно бывает в хорошем состоянии. Не испорчено, ничего. Но бывает и поломанное. Бывает частично поломанное. Но чаще всего нормальное. Ну, понятно, что бушное, но тем не нормальное. Эта культура мне очень нравится. То есть это очень экологичный подход. Вот, если вещь тебе не нужна, не выбрасывай ее, отдай ее кому-то, кому она нужна. Если же ты не можешь ее найти, кому отдать, то отвези ее в переработку соответствующего типа. Вот такая вот культура, система жизни. И это очень сильно облегчает переезд. То есть, когда вы переезжаете сюда, вы можете полностью обставить оборудовый дом. Я вам даже больше скажу, строительные материалы, пожалуйста, остатки каких-то строительных материалов, какие-то краски, лайки, фанера, там что-то такое, пожалуйста, бесплатно. Единственное, что вам нужно будет завестись либо другом с машиной, либо самому машиной, либо приехать с машиной, либо ездить без машины. Но тогда как бы быть готовым к тому, что может быть тяжело иногда. Если вы к этому готовы, то не проблема. Вы можете забирать различные вещи и бесплатно это все себе как бы заюзывать. Вот. Если же вы хотите что-то получше, скажем так, или просто не хотите искать, или не хотите ждать, пока оно появится на Фине, то вы можете с этого же Фина просто сразу купить. Цены обычно очень адекватные. 40 дней с Авито. Иногда дешевле, иногда чуть дешевле, иногда чуть дороже, иногда сильно дешевле, иногда сильно дороже. Но в целом они соизмеримы с Авито. Скорее всего стремятся к ним. Может быть чуть-чуть выше, но делайте скидку на то, что здесь в 7-8 раз выше валюта. При этом оценка валюты такая же. То есть если человек в России 1 рубль, ничего за 1 рубль, не тысячу, а просто 1 рубль. 1.0 рублей, 0.0 копеек. 1 рубль, 0.0 копеек. Здесь за 1 крону, 0.0 эры, ты тоже ничего не купишь. За 1 крону ты ничего не купишь. То есть 1 крона это ничего. 10 крон и 10 рублей тоже ничего. 100 крон и 100 рублей, окей, кофе. Кофе может стоить и 20 крон, но нормальный кофе стоит 40, 50, 60. Вот такой плюс. 100 крон это кофе и булочка, например. Или там какой-то дешевый обед в дешевой кафешке, про который я говорил, например, в Глевом Ленде. Есть такие дешевые обеды. То есть примерно такой уровень порядок. То есть люди живут у них в общем-то схожие на все цены. Если вы делаете скидку, что здесь другая валюта, ну ценники похожие. Ну на ценниках 15, 20, 30, 40, 50. В России когда-то, сейчас в России больше, но в России когда-то тоже такие были. Цены 15, 20, 30, 40, 50 на разные продукты. Средние ценники такие же и были. Но еще раз отмечу, то есть меньше чем 250 крон в час вы тут получать не будете. А в России 250 рублей в час, ну типа можете и больше, можете и меньше. Понятно, что и тут и там. Но все-таки я бы сказал, что здесь базово 250 рублей, 250 крон в час. А в России, наверное, все-таки базово, я бы сказал, наверное, все-таки 150 рублей, наверное, в час. Это при том, что валюта еще как бы слабее, сама по себе рубль, понятно. Ну в общем не будем, об этом вы примерно поняли. Ну вот теперь вы спросите, Дэн, ну что за плохое, ну что даже должно быть? Ну смотрите, ну хотя бы что-то дорогое. Ну да, есть, есть здесь дорогое. Дорогое здесь жилье. Опять же, на вкус и цвет вы можете найти самые дешевые варианты студенческие. Вы можете найти по таким ценам, как, например, студенческое жилье. Это одна комната и общая кухня, общий там зал. Ну вполне комфортно, но тем не менее. Это где-то минимум 6 тысяч, если про осло говорить. Это где-то, если не субсидируется, субсидируется может быть там 2-3-4 тысячи. Но обычно где-то 6 тысяч это стоит. Более-менее чуть получше, может быть там 7-8-9 тысяч. Вот, да, начиная от 10 тысяч уже хорошие варианты начинаются не для студентов, а с несколькими комнатами, а 11, 12, 13, 14, вот такие диапазоны. Это когда у тебя есть одна комната и еще спальня, кухня, понятно, прихожая, туалет, ванная, как бы, вот это все. То есть, по сути, две комнаты, как бы, не сервисные, две комнаты, да, у вас. Кстати, можем до Бьорвики дойти, наверное, на Бьорвики сесть, потому что на вокзал не хочу, что-то я поворачиваю сейчас. А вот здесь биржа, смотрите, биржа, осло биржа, бёрсен или бёрсен, не знаю, как корректнее сказать. То есть, да, жилье, такое жилье, что вот прям классное, вот что прям мне нравится, ну, оно начинается от 13 тысяч крон. То есть, если это на рубли переводить, то, наверное, это где-то 80 тысяч рублей, вот примерно так. Но еще раз сказать, что, отмечу, что 13 тысяч крон, то есть, это обычно, обычно, это не более чем треть вашей зарплаты, иногда четверть. Вот в диапазоне между третьей и четвертью вашей зарплаты, да, и это уже после налогов, в принципе, да. Ну, там могут быть нюансы, конечно, по жилью, по налогам, по зарплатам, но в целом, как бы, я бы так сказал, что можете рассчитывать на 10, 11, 12 тысяч за жилье. И если, например, у вас зарплата 35, то чистыми, там, вы получаете, например, 30, или там, точнее, ну, то есть, ваша зарплата, например, не 35, а там, около 40, то есть, чуть больше 40. То есть, чистыми вы получаете, если треть отнимать где-то 30, чуть меньше 30, и если жилье стоит 10, то у вас где-то, ну, треть, от четверти до трети, иногда, если вы только переехали, у вас еще не очень хорошая зарплата, может быть, ну, половина, может быть половина, но все равно у вас половина остается. Если вы будете делать, как я, и оставшуюся половину инвестировать в какие-то хорошие, безопасные истории, например, для сохранения и приумножения инвестиций, например, это будет биткоин, то вы сможете... Так, хотел перебежать, но не стоит делать это, все-таки, может, можно перебежать? Непонятно. Ага, окей, ладно, можно было перебежать. Живая музыка везде, здорово. Вот, то есть, по зарплатам примерно так, понятно, что, наверное, есть случаи, там, неквалифицированной работы, когда, там, просто человек, там, нелегально работает, он там платит меньше, но я так не советую делать, и если работать легально, все регистрировать, платить налоги, то, в принципе, остается достаточно много денег, и я вам скажу, что я примерно за год жизни накопил на год жизни. То есть, вот, у меня был план накопить 100 тысяч крон приблизительный, ну, нет, я не скажу, что это был прям такой строгий план, но я просто, как бы, не то, что особо накапливал, но не особо тратил. То есть, какая-то нейтральная была такая политика у меня, и я, в принципе, вот, без особого труда, даже не 100 тысяч крон, я вам скажу, накопил, я думал, что я накоплю 100 тысяч крон, но я накопил примерно 150. Вместо 150 тысяч крон я накопил 15 тысяч долларов примерно, ну, там, не совсем так, ну, грубо говоря, за год работы, то есть, это лишние деньги, как бы, ну, условно лишние, конечно, никогда не лишние, но которые можно пустить на что-то, то ли там в будущем, то ли сейчас, то ли это как подстраховка подушка. То есть, если у вас нет подушки, вот многие говорят, ой, вот у меня когда-нибудь перееду, там, найду хорошую работу, поработаю на хорошей работе, заработаю денег и перееду. Ребята, не будет такого. Забудьте про хорошую работу, поиск хорошей работы, забудьте про разбор денег, и вы тратите время, поверьте мне, в России зарабатывать хорошо. Если вы уже зарабатываете хорошо, наверное, может, вы не будете смотреть это видео, или вы его уже выключите, или, если вы делаете в России много денег, напишите в комментариях, что, вот, Дэн, ты не прав, я живу в России, делаю много денег, зарабатываю, и доволен всем, и напишите, в общем, подробнее о том, что вы делаете, чем вы занимаетесь, и как вы можете снять видео ответное, сделать ссылку мне, рассказать подробно, тоже я посмотрю с удовольствием. Вот, но, тем не менее, мое мнение, что не обманывайте себя, не пытайтесь накопить денег, вы не накопите, просто берите и переезжайте. Да, без денег. Берите и переезжайте. Может быть, трудно, я не говорю, что будет легко, я не утверждаю, что там просто все пройдет идеально гладко, да, может быть, какие-то там проблемы, что у вас нет английского, что у вас нет норвежского, Если вы не готовы учить английский, если вы не готовы учить норвежский, если вы социофоб, вы ничего не умеете, какой-то такой кейс, да, можно всегда придумать кейс, при котором всегда вам будет сложно, да, может быть, но в реальности вам помогут. Если вы попросите, просто попросите помощи. Здесь и люди, и полиция, и государство, здесь, если попросить помощи, вам помогают, в общем-то, в общем-то, помогают. Понятно, что иногда для этого какие-то основания нужны, иногда не нужны, можно просто попросить. То есть, да, можно бояться, что, ой, а как же я перееду, у меня не будет денег, а вдруг мне что-то там нужно будет. Ну, ребятки, поверьте мне, если у вас не будет денег, это отличный стимул ускорить свою процедуру поиска работы, возможно, на какое-то время чуть-чуть опустить планку, да, того, где вы хотите будете работать, и опустив эту планку, быстро себе найти какую-то работу, начать зарабатывать, встать на ноги, здесь начать накапливать деньги, найти какую-то работу, получше, и карабкаться, 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 и получать, как бы, поверьте мне, здесь это реально, здесь реально двигаться. Я, то есть, уже сменил одну работу, да, я уже поступил на другую с более высокой зарплатой. То есть, карабкаться по вот этой карьерной лестнице, внутри компании, вне компании, есть много разных технологических корпораций, есть не технологические корпорации. Пожалуйста, возможности, если вы думали серьезно, только вот всерьез именно, вот прям без шуток, да думали о переезде. Ребятки, мой вам совет Переезжайте раньше, а не позже Я при переезде, я всем говорю Уже, может быть, вы слышали это в моем видео Что я жалею при переезде только об одном О том, что я не переехал раньше Потому что если бы сейчас был момент, когда я здесь живу уже 5 лет У меня бы уже было достаточно средств На то, чтобы заниматься собственным поселком То есть у меня проект жизни, это собственный поселок В рамках собственного поселка Мне нужно начать с того, что мне нужно формировать Онлайн-сообщество, в котором будут Определенные всякие блокчейн-системы Работать, взаимодействовать между собой А также мне нужны некие средства На то, чтобы начать Тех людей, кто желает Собирать вместе Под одной крышей, условно говоря В рамках какого-то микропоселка Соответственно, это должно быть несколько зданий Это должно быть какие-то договоренности со службами В общем, возможно Это независимо от государства история То есть на это достаточно много денег нужно На эти исследования, на эту работу На всю вот такую вот штуку И Я вам очень сильно советую Бросьте себя сразу В ситуацию В которой вы Уже Если можете Бежать в сторону своей цели Бежите в сторону своей цели Не можете бежать в сторону своей цели Быстро идите в сторону своей цели Не можете быстро идти Просто идите Хотя бы медленно идите в сторону своей цели Не можете медленно идти в сторону своей цели Лягте и лежите в сторону цели Да вас кто-нибудь по пути подберет Как говорится Поэтому поверьте мне, самый хороший совет, который я бы мог получить Это что ты делаешь Не надо пытаться накопить какую-то подушку Сохранить какие-то деньги По пути все решишь Найдешь способ Заработаешь тут, заработаешь там Как-то что-то Просто каждую минуту, что вы продаете Своё время жизни задешево Вы стареете И ваше время Проходит Это, к сожалению, это так Это объективная реальность Зачем продавать время жизни задешево Но если вы не какой-то дауншифтер Если можно продавать время жизни задорого А почему нужно продавать время жизни задорого Да потому что вы получите Универсальный ресурс Деньги, за которое вы потом Можете покупать нужные вам вещи Услуги И чужое время в том числе Вы можете сделать стартапы Покупать чужое время Ваших сотрудников Которые будут на вас работать Реализовывать вашу идею Можете сделать всё, что угодно Можете просто потратить деньги на себя Пожалуйста Как хотите Куда хотите использовать эти средства Но Чтобы эти средства использовать Вам нужно поехать в страну Я не обязательно предлагаю Норвегию Сделайте своё исследование Поезжайте по разным странам Попутешествуйте Вот я тоже привожу эту историю Уже говорил, что я встречал Здесь в Норвегии В хостеле, если я правильно помню Я встречал ребёнка Из детского дома в России Я говорю, а как ты сюда попал? Он говорит, ну вот Как-то у меня как бы получилось Вот, кстати, электроскутер Сейчас попробуем показать Как-то говорит, у меня получилось Не успел я вам его показать Но он вот там вот едет Вот там он уехал И он спрашивал, ну есть ли какая-то работа А, и самое что интересное про этого человека Я скажу вам, что он не умеет писать То есть его не научили почему-то Вот он из детского дома Он попал на релик Он не умеет писать То есть он пишет через телефон Он наговаривает гуглу Какую-то фразу И гугл для него вводит сообщение Естественно, там с ошибками не очень точно Но вот так вот он пишет То есть человек вот такой Человек смог сюда добраться И здесь искать работу Вот не говорите мне после этого Вот здесь лучшая страна для любых людей Если у вас там какие-то ограничения передвижения Ограничения речи Что-то, какие-то проблемы со здоровьем Что-то такое Вам вообще здесь будет клёво У вас для вас здесь специальные Всякие работают Предприятия, заведения Которые облегчают вам жизнь Здесь везде безбарьерная среда Практически Здесь к вам относятся с пониманием То есть вас никто не обидит Вы найдете здесь для себя комфортную жизнь И это самое главное Но тут, конечно, каждый решает для себя Что ему важно Что ему не важно Что он хочет Мне вот сейчас, например Что мне важно сейчас Это посмотреть расписание автобуса Вот там вот экран И увидеть Во сколько приедет 83-й Ну или хотя бы 80-й Или 81-й Вы лучше, конечно, 83-й И он приедет через 3 минуты Это прям идеально Да Это почти идеально Ну что На этом, наверное, я закончу это видео Потому что в автобусе Его снимать будет Не очень Там будет достаточно шумно И не особо приятно Если вам понравился этот выпуск Обязательно напишите в комментариях об этом Также напишите, если я что-то забыл вам рассказать Какую-то тему Которую вам было бы интересно узнать Если вы хотите услышать про другие страны Такую же историю В которых я был И мое мнение об этих странах Спросите Я вам очень настоятельно рекомендую Самим путешествовать Сложить мнение О 20-30-40 странах Можно больше Но желательно Чем больше, тем лучше Вот И после этого решить Какая страна вам нужна Вот я, допустим, выбрал Норвегию По многим причинам Что я уже осветил Здесь Но даже такая банальная причина Как более высокие зарплаты Здесь Если эту причину оставить То, по сути, остаются только 3 страны Я бы сказал Норвегия Новая Зеландия И Швейцария Но в Швейцарию переехать достаточно сложно И там есть свои нюансы Новая Зеландия находится слишком далеко А Норвегия Она и комфортная И легко переехать И близко к Европе Английский язык Очень приятный Все говорят по-английски Как бы С людьми Просто общаться Климат для меня комфортный В общем и целом Для меня лично В моем как бы Юскейс В моем опыте Норвегия стала таким лидером Кстати Может статью на голосе Можно загуглить ее таким образом Написать Голос.ид Пробел С Большая часть моих статей опубликована И пожалуйста там почитайте Также можете заходить на мой сайт fx3i.ru Ну и на этом я пожалуй буду завершать видео Надеюсь что вам было полезно и интересно Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки И встретимся в следующем видео Пока-пока